всем 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 привет мы продолжаем играть в геншин сегодня будет новое 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 в игре помимо того что мы сами читаем книги изучаем историю персонажей и проходим задание легенд все остальное я подумал а почему мы с вами вот я готовлю готовлю а в поварском плане мы с вами как ни одного видео не сняли и я решил что пришло и время для этого будем изучать каждое блюдо что они значат как готовить и вообще цель моего этого видео познакомиться со всеми блюдами и все блюда добить до максималки до друзья до максимал то есть изучить их полностью поэтому устраивайтесь поудобнее берите всякие вкусняшечки и окна на засов чтобы никто и ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям и заходите телеграм-канал ссылочки будут в описании под видео ну а мы будем начинать самых самых таких топовых 5 звезд тут знаете что наверное а хрена узнает получится ли у меня всех прямо приготовить но для начала а что мне здесь что мне нужно я сейчас поеду закуплюсь опачки опачки вы видите здесь какие так друзья сейчас мы закупимся в ли и я к вам вернусь ну собственно все я вроде закупился оказывается не всем закупился а это что такое угарь дикая природа где его найти интересно вот здесь конечно интересно с угрем орехи от желинах бог то мой бог то мы давайте ладно начнем с пятого у нас пятизвездочного искушение адепта искушение адепта 5 звезд увеличить силу атаки это неинтересно больше интересно сложное но очень популярное блюдо ли ее тщательно отобраны градиенты опускаются в бульон и долго томятся на медленном огне хватило всего лишь по памяти записанного рецепта чтобы адепты снова вернулись в мир людей конечно мы готовим вручную успех хреновенький но она у нас готова и так в принципе неплохо теперь теперь у нас мясная пицца с грибами 4 звезды увеличить силу атаки пицца приготовлены на огне с большими кусками мяса и ломтиками свежих грибов в сочетании с ароматным расплавленным сыром получается не блюдо а настоящее искушение которому невозможно противостоять пиццу едва успели достать из печи а на доске уже не осталось не кусочком так что если не хотите упустить свой шанс тренируйте скорость вот теперь идеально она нас полностью изучена поэтому мы оставляем в покое а вот следующая супер великолепная пицца что она делает тоже с атакой связано необычно роскошная пицца на щедрую основу из ветчины выкладывается мелко рубленое мясо такое мясное изобилие обеспечивает ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения после огня древяной печи комбинация поджаренного ароматного мяса и нежно-сливочного сыра сведет с ума любого а а вот ее надо нам готовить и за этот рецепт до изучить собственно что мы сейчас и должны сделать по факту вот из-за этого я в принципе и начал этим заниматься все мы ее приготовили но нам не хватает ветчины теперь не хватает серьезно и мясо не и вот здесь что ветчины ветчины везде очень много ветчины и мяса не хватает значит мы их оставим на следующей серии а сейчас мы перейдем к золотистому крабу он увеличивает защиту блюда из краба приготовленная по древнему рецепту целого краба обваливают в муке после чего обжаривают до золотистой корочки а по внешнему виду золотистая по качеству золотой ну-ка вот он крабик и готов у нас следующее блюдо который популярна заданиях это нефритовые мешочки с атакой связано одно из самых роскошных блюд тайвата сладкая ветчина завернутые свежие листья салата и дополнены острым бульоном невероятно вкусно и тоже рецепт изучен он довольно таки простой по факту по факту довольно таки простой ну а что а теперь нам нужно к 3 звездочным перемещаться блюдо и да и будем потом изучать смотреть каких мы в будущем что мы не еще не приготовили ну что друзья я чуть-чуть тут по другому принципу решил продолжать собственно давайте посмотрим появилась что-то из четырех звездочных мясную пиццу с грибами нефритовые шарики мы приготовили золотистого краба мы приготовили и собственно все ладно погнали по 3 звездочным блюдом ну видно где-то чего-то тут не хватает но мясо не хватает но боже то мой бог с ним 3 3 звездочный фруктовый чай с мятой это у нас идет на атаку вот они ингредиенты освежающий напиток бодрящая крепость чая и кисло-сладкий вкус фруктов сливаются будто поток энергии вот уже и стакан опустел кстати сказать его надо готовить по максимуму оказывается я его не изучил вот для чего это собственно еще раз повторюсь об этот косяк вот это реально косяк а сахар у нас маловато а сахар нам нужен но на это блюдо до сахара должно хватить и последний раз отлично идеально мы приготовили как раз сахар нет как раз мука как раз мука печальненько ладно следующий что у нас праздничный сок а тот у нас исчез получается хорошо это у нас для защиты безалкогольный напиток яркого цвета сок волчьего крюка и сок закатника наливают в стакан в определенной последовательности освежающий вкус и приятный цвет напевают и навевают воспоминания о чудесном празднике но чтобы цвета красиво перетекали друг 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 друга не перепутайте в какой последовательности добавлять ингредиенты и мы готовим и он нас вообще ни разу не приготовим то есть нам нужен сахар ну что давайте мы тогда вот этот приготовим сок праздничный как раз 15 готовка но дело такое и главное не накосячить мы должны выучить и самое главное должно быть достаточно ингредиентов принципе всех остальных ингредиентов кроме сахара у не полно вот как так я умудрился просрать весь сахар пока все идеально ну значит друзья будем закупаться продуктами по полной программе вообще собирать все 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 чтобы к следующей серии уже быть готовыми к любой неожиданности и пока по крайней мере сейчас мы добиваем 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 его пока мы тут его готовы сейчас еще сахар мне должен приготовиться и я надеюсь у нас все получится с этим и мы это блюдо выучим очень удивительно очень странно что я за него никогда не брался отлично его нету но здесь у нас сколько есть получить сахар есть и погнали последний раз его готовить и мы выучим этот рецепт отлично этот рецепт мы выучили еще один еще один мы выучили рецепт замечательно теперь что у нас дальше из трех звездочных праздничный сок мы выучили дальше идет соки все поисчезли сливочная грибная башенка опачки а мы его уже изучили замечательно это у нас идет на восстановление персонажа хп-шки хрустящая как красота хрустящая закуска ломтики хлеба запеченные с намазкой сыром и грибами одного аромата достаточно чтобы вы застыли в ожидании попробовав это блюдо однажды вы уже не сможете сопротивляться его вкус ну и мы приготовим его вручную собственно каждое блюдо я хочу приготовить и полностью изучить следующий у нас идет лапша борода дракона и тоже уже изучена она у нас идет борода дракона на атаку тонкая как волоски в бороде дракона лапша мелко нарезанный зеленый лук обжаривают в водке затем добавляют бульон и овощи последний кладут лапшу после чего все содержимое в око выкладывается на тарелку только правильно приготовить тесто можно сделать такую тонкую лапшу техника ее приготовления одна из самых сложных в кухне ли вы увидите какая красота готовим мы настоящий повара теперь погнали дальше следующее блюдо опачки опачки должно этого хватить в принципе креветочные печенье сакуры смотрим где она у нас креветочное печенье сакуры какая красота она у нас за что за защиту хрустящие печенье картофель измельчает в муку и смешивать с креветками и цветами сакуры после чего запекают в печенье печенье обладает прекрасным вкусом и нравится людям всех возрастов что сделал его популярным видом подарка и мы должны его изучить и заодно будем здесь смотреть 12 шанс процентов получить дополнительное блюдо в принципе тоже сам ух ты она сложная но долгое в плане готовки однозначно и рука может где-то дернуться однозначно а кстати сакуры нам еще нужны для рыбалки и рыбалку нас тоже будет обязательно по всем локациям пройдемся где мы были везде порыбачим но это будет уже какая-то отдельная отдельная серия по геншин так же 10 блюда приготовили еще пять осталось чтобы этот рецепт полностью изучить может быть нам за это еще какая-то плюшечка полетит отличненько и последняя последняя осталась замечательно это блюдо в готовым его выучили следующий у нас 5 драгоценных солений мы уже знаем и выучили она у нас на восстановление 7 от 70 до 100 единиц выносливости маринованное маринованные овощи ферментация придает продуктам более насыщенный вкус и позволяет им дольше храниться изначально было только четыре драгоценных солений но чтобы способствовать хорошим признаменованием 4 маринованных овощи смешивать вместе при подаче на стол а затем к ним добавляют еще одно драгоценное соленье отсюда и название 5 драгоценных солений готовить приготовим вручную отлично оно изучено смотрим что у нас есть дальше жареное тото вопрос она сможет его не хватить из-за того что нету рыбы собственно что могу сказать друзья мы рыбкой закупились теперь можем приготовить изучить жареный тото я уверен что у нас это сейчас получится сделать это для атаки закуском приготовлены на тэпане мука смешатся с водой в получившуюся массу добавляют овощи и мясо готовят на тэпане поливают соусом и посыпают сушеной рыбой сколько бы ингредиентов не было добавлено это всегда вкусно что в свою очередь создает впечатление что больше значит лучше давайте мы изучим я еще вид как видите ни разу его не готовил и сейчас посмотрим что это за блюдо такое еще супер пупер идеально увеличить урон 40 проц на 40 процентов на 300 секунд а здесь вкусный жареный тото только к вашим персонажем а в чем разница то да здесь и здесь просто он такой же она сделала дополнительное блюдо сделала все понятно не какой там изысканное просто дополнительно отлично только 5 мы приготовили еще много надо его готовить половину уже от готовили замечательно вы видите тут они долгие долго готовятся эти блюда очень долго и здесь может палец конечно дрогнуть и вообще надо чаще нам использовать когда мы сами видео записываем играем генши надо чаще всю нашу еду использовать а то я прямо у меня очень очень много было было всякой да разное и последнюю давайте отлично изучили можно отмечать жареный тото мы с вами изучили а вот следующий обжаренные креветки уже давно изучен нанос на защиту легкое и сочное блюдо сначала креветки смачивают размешанными с водой и яйцом крахмала а потом быстро обжаривают до хрустящей корочки столь простой способ приготовления позволяет вкусу креветок раскрыться во всей красе такому блюду найдется место как на домашнем столе так и на роскошном банкете приготавливаем вручную вот такое блюдо у нас получилось отлично а что это у нас подождите за блюдо было обжаренные креветки как много блюд у меня сразу ушло я их все выписал чтобы изучать по порядку не запутаться но полна лунная яичница а нанос тоже изучена друзья что она нам дает воскрешает выбранного персонажа одно из традиционных лакомств Ли Юэ тесто приготовлено из муки и яиц а фарш из креветок и рыбы всему этому придают форму чайных чашек украшают мясом креветок и готовят на пару блюдо получается похожим на облака обнимающий луну а потому она и называется полна лунная яичница готовим ее замечательно следующее блюдо за которым мы с вами возьмемся заоблачный гоба мы его не изучим потому что вы сами видите чего мне не хватает ветчины поэтому мы оставляем в покое суп три вкуса то же самое изучить нереально пока что но зато мы можем сельскую усладу сейчас приготовить она у нас для атаки это блюдо готовят на большом огне говорят что изначально считалось повседневной едой в деревне цинце каждый от мала до велика знал как его готовить но неожиданно острое и хрустящее блюдо понравилось людям из разных мест его рецепт распространился по всему Ли Юэ и самое главное мы его уже знаем как готовить и выучить но в любом случае мы уже сегодня много блюд новых заучили следующий у нас будет черный окунь который мы кстати с вами тоже уже знаем как готовить рецепт выучен он у нас идет на восстановление хпшки отварная рыба свежее сочное рыбное филе пахнет травами и измельченными стеклянными колокольчиками островато но не слишком пойдемте дальше солнечная рыба к сожалению мы ее сейчас изучить не сможем поэтому за нее браться не будем яичная крепость а она у нас изучена яичная крепость вот кстати сказать очень интересно яичная крепость вот она у нас и изучена она для атаки питательное блюдо из яиц на поджаренный тост уложено яйцо пашот и несколько слоев ветчины сверху все это полито густым майонезом нежный вкус наполняет силами для долгой дороги поэтому это блюдо считается лучшим завтраком среди членов гильдии искателей приключений и самое главное она изучена отлично что мы теперь можем солянка архонта уменьшает потребление выносливости простой суп ну вот вы его видите с богатой историей анемо архонт завещал людям готовить это блюдо только из простых ингредиентов где бы вы не находились это горячая солянка придаст вам ощущение настоящего неподдельного удовольствия и она у нас изучена это тоже очень хорошо может приготовить особое блюдо да лучше особое блюдо так следующее манштадтские оладушки кстати сказать очень популярное у меня блюдо толстые лепешки из картофеля приятно хрустят благодаря небольшому количеству сосновых семечек хорошо сочетаются со сметаной придутся по вкусу людям любого возраста да я его готовлю очень очень часто когда варенья было много у меня и шишек теперь у меня сейчас ни того ни другого нету грибная пицца ооо еще какая есть она у нас для восстановления энергии пицца с грибами сыр возьмите кусочек и наслаждайтесь тем как за ним аппетитно тянется плавленый сыр и кстати тоже изучен кстати мы его кстати с вами готовили в прошлой серии да 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 сборная запеканка ее мы тоже изучить сейчас не сможем не хватает и это тоже не хватает потому что везде везде нужна ветчина друзья суп с морепродуктами это сколько у нас получается восемь шестнадцать двадцать это пять будет раз двадцать семь раз не хватает нам друзья не хватает и последнее шарики с креветкой чего здесь не хватает муки ну думаю что первый опыт такой можно считать успешным практически мы много чего с вами приготовили по факту по факту много с чем познакомились буду дальше я фармиться фармиться и готовить рисовый омлет кстати сказать было бы прекрасно если б мото сакуры мы его наверное уже готовили не изучили а нет мы его даже не готовили даже не изучали ну что на сегодня считаю можно серию заканчивать до новых встреч не грустите не болейте и всем пока пока